Приветствую вас, замуж вы конечно выйти сможете, я не вижу в этом никаких препятствий для вас, то есть именно замуж вы выйдете, с этим вряд ли будет проблема. На мой взгляд, на мой взгляд, проблемы могут быть немножечко в другом, на мой взгляд, проблемы могут быть в том, что если ваш муж был тираном, да, то, соответственно, скорее всего, к этому подтолкнуло ваше поведение, ну его. Конечно, косвенно, то есть не надо думать, что прямо вы виноваты в том, что ваш муж оказался тираном. Нет, винить мы никого не будем, но я бы сказал, я бы сказал, что если не разобраться с тем, почему вы связались с мужем тираном, что заставило вас с ним быть и тем более родить от него детей и так далее, то ситуация может повториться и как бы вот смысл тогда в том, что вы, например, выйдете замуж. Как бы зачем? То есть вы ушли от одного мужа-тирана, вы выйдете замуж за другого мужа, опять тирана. И зачем тогда выходить замуж, да? Поэтому с этими моментами лучше, на мой взгляд, не спешить, как раз таки. С этими моментами, на мой взгляд, лучше не спешить, а как-то разобраться в своей модели поведения и, может быть, может быть, как-то ее подкорректировать, ну, где-то как-то в чем-то, да, подкорректировать ее немножечко, чтобы все-таки не повторять просто ошибок своих. Это, на мой взгляд, является куда более прогрессивной модель поведения и, самое главное, более, скажем так, направленная именно на вас, в большей степени направленная на вас, чем, значит, то, что вы говорите. Также, если вы задаете свой вопрос именно в разделу психологии, а не в разделу эзотерики, также нужно выяснить то, почему вы хотите выйти замуж. То есть, зачем это вам? Какую цель вы преследует? Ведь очевидно, что речь идет не о том, чтобы встретить достойного мужчину, чтобы построить с ним отношения какие-то. Об этом речь не идет. Ну, по крайней мере, исходя из того, что пишите вы. Речь идет именно о том, чтобы выйти замуж. И поэтому я задаю вам вопрос. Зачем? Зачем вам это? Зачем вы нуждаетесь? Желаю выйти замуж. Зачем вы нуждаетесь? Чего вам хочется? И можно ли как-то постараться именно постараться эти желания реализовать ну, может быть, самостоятельно, может быть, без привлечения, обязательно в порядке мужчины, допустим, которые однажды однажды вас уже, скажем так, ну, не обманул, это было бы неправильно сказать, не обманул, но причинил массу неудобств, скажем так. Скажем так. так может быть, лучше пока без, ну, без мужчины попробовать именно вот свои желания реализовать. может быть, может быть, это будет в большей степени продуктивно, чем ну, чем то, что вы делали до этого. Знаете? вот. Конечно, решать вам это безусловно, но я думаю, что если вы хотите выстроить хорошую и гармоничную семью, если вы хотите выстроить хорошее отношение, то без подобной корректировки поведения не обойтись, потому что если вас или если вы если вы фаус, или если вы ведете себя как, например, жертва, если вы ведете себя как человек, которого можно унижать, обычно тираны, они стяготеют именно вот к таким людям, да, если вы ведете себя как жертва, то соответственно любой мужчина с большей долей вероятности будет для вас тираном, ну, потому что по-другому с вами вести себя не получится, вот. И если вам этого не хочется, то нужно из позиции жертвы становиться в позицию все-таки такую достаточно независимую. для этого необходимо брать ответственность на себя за свою жизнь, и вопрос здесь заключается в том, готовы ли вы к этому, не боитесь ли вы этого, ну вот, не боитесь ли вы возможных проблем, не боитесь ли вы ответственности вообще, умеете ли вы справляться с ответственностью, вот, хотите ли вы вообще с ней справляться, может быть, вам это и не нужно совершенно, вот, значит, какой мужчина вам нужен, ну, рядом с вам, какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой, понимаете, а вот, это тоже очень важный момент, чтобы вы знали, какой человек вам нужен, именно вам, именно вам, какой человек нужен, рядом, чтобы вы знали, к чему вообще стремиться, к чему вообще хотеть, на что направлять свои силы, да, понимаете, какая, какая вещь, вот, то есть, вот с этими вопросами необходимо разобраться, ну, в начале, и уже, по-видимому, после этого можно будет говорить о выстраивании каких-то новых, других отношений, наших капликатов, которые будут для вас чем-то хорошим, которые будут для вас глотком свежего воздуха, вот, и, соответственно, капликаты, которые позволят вам почувствовать себя женщиной, именно женщиной, именно, значит, ну, с большой буквы, вот, чтобы вы чувствовали себя действительно женщиной, с мужчиной, или с мужчиной, вот, ну, за своим мужем. Поэтому, с точки зрения психологии, торопиться замуж все же не стоит. Торопиться замуж не стоит. Успеть замуж, выйти, на самом деле, не так сложно, вот, сложнее, гораздо сложнее построить отношения, ну, такие, да, адекватные отношения, чтобы они были хорошими, чтобы они были именно тем, что вы заслуживаете, вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.